Оба соперника в предыдущем туре проиграли. Наши 0-2 в Хабаровске, Нальчане 1-3 дома. И потому недостатков мотивации не было ни у хозяев, ни у гостей. Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды не осиживались в обороне, игра была достаточно открытой, с острыми атаками обеих сторон. Вторая половина встречи началась с опаснейшего момента у спартаковцев. Наш защитник Васиев вынес мяч буквально с линии ворот. И тут же сработал старый футбольный закон. Не забиваешь ты, забьют тебе. В ответной атаке Санжар Тусунов завершил действие партнеров точным ударом в угол. И наши, что называется, поймали кураж. В 62-й по 75-ю минуту отправили еще три безответных мяча в ворота спартака. Авторами долов стали Саталкин, Бреев и Проняков. Перед матчем игроки Газовика вышли на поле в футболках. Николаевич, поправляйся. Это послание адресовано попавшему в ДТП тренеру клуба Ильшату Айтколову. Думается, такой результат для него станет лучше всякого лекарства. А Газовик впервые в сезоне, забив более двух мячей, переместился на пятую строчку в турнирной таблице. Нальчик – это команда, которая находится, на мой взгляд, не на своем месте. Посмотрели несколько матчей. На мой взгляд, какое-то крупное невезение. И поэтому к этой игре мы готовились очень серьезно. На мой взгляд, очень сильная команда, сильный подбор футболистов. И очень сильно играет, особенно в атаку. Но мы сегодня победили. Какое мнение позор полный. Семь мячей за два матча. Дальше уже некуда. Сейчас у Газовика домашняя серия из трех игр подряд. В воскресенье матч 1-32 финала Кубка России с Сибири. Начало встречи в 17 часов. Субтитры создавал DimaTorzok